рад приветствовать всех на нашем сегодняшнем вебинаре и сегодня мы поговорим с вами о системе библиографических гостов для не библиографов и специалистов что есть полезного что есть важного нужного что может быть несколько или слишком избыточно для того чтобы брать нам в работу типичные случаи когда мы слышим фразу смотрите в гости в ответ на свой какой-то вопрос в каком в библиографическом знакомая фраза которую многие из вас и слышали и может быть сами говорили может быть не один раз и когда возникают вопросы связанные с оформлением письменных работ под которыми мы понимаем и вкр и диссертационные исследования и рефераты и статьи и много много чего еще мы не всегда можем найти ответы в методических рекомендациях примерах образцах которые подготовлены библиотекарями или выпускающей кафедры и преподавателями но это в общем-то и оправдано потому что на все случаи жизни невозможно сделать все образцы все примеры и всего-всего тем более технологии развиваются появляются новые виды ресурсов и надо как-то с этим жить естественно постепенно они накапливаются и постепенно они входят в методические рекомендации но если их нет но тогда приходится обращаться за помощью к стандартам или нашим гостам но вот вопрос каких искать библиографически в каких их же много какие выбрать какими пользоваться и вот все библиографические госты они входят в систему и библиографические в том числе они входят в систему сибит то что мы видим на титульном листе но не всегда придаем значение этому слову а тем не менее она у нас отсылает к большому семейству который может не пригодиться кстати в последнее время в сети интернет мне попалось несколько несколько сайтов вузов где есть целые страницы выделены приведены списки стандартов и называется это все госты для составления списков литературы и оформления ссылок а в самом списке приведены все госты вот этой самой системы себе это конечно здорово тем более что есть примеры таких интерактивных списков которые сразу переводят на страницу с полными текстами стандартов название открыл я вам такой ресурс сегодня постараюсь показать открыл и прям вот он текст или можно прям с ним работать это конечно здорово но есть один момент который может все эти благие условия усилия если не свести на нет то немножко понизить их важность список может идти вообще без разделения вот из того что я видела единым потоком из которого не специалисту не библиографу но под не библиографа мы понимаем будем условно договариваемся что будем понимать всех кто не за не не библиотекарей не каталогизаторы не библиографы не не занимаются этим специально студенты преподаватели может быть методисты вузов и и вот для них вычленить нужное достаточно проблематично какой гост их много какой же выбор таким образом прослеживается некая избыточность что тоже усложняет работу не специалистов и вот если бы эти списки немножечко структурировать немножечко создать удобную навигацию поставить фильтры сделать какой-то как говорят информационную обвязку да инструкции вот помочь с выбором это было бы вообще шикарно очень здорово что такая работа ведется и она есть и вот сегодня мы попробуем с вами разобраться с системой семейства вот этих самых библиографических и около библиографических гостов и вот у кого есть уже такие может быть наработки это может быть как-то поможет в этом сориентироваться и помочь своим подопечным не специалистам лучше ориентироваться в системе этих гостов может быть и специалистам тоже что-то сегодня будет новое и полезное надеюсь и сегодня мы рассмотрим три таких вопроса вот все что у нас было в аннотации она по этим трем вопросам распределена что такое вообще сибит какие госты в нее входят как это и вспомним как отличить национальные межгосударственные стандарты почему это бывает важно сразу скажу связка с третьим вопросом я вам покажу этот сайт где для поиска очень важно понимать какой стандарт они ищут госты для небиблиографов у нас небольшой вопрос мы рассмотрим несколько только моментов самых-самых важных потому что следующий вебинар в сентябре в конце сентября 20 какого-то у нас там числа он как раз будет вот по этому второму вопросу более подробно мы будем рассматривать останавливаться на этих гостах госты для небиблиографов сегодня прямо такой небольшой обзорный момент пройдем по этому вопросу и третья часть это найти и проверить эти обезвредить какие ресурсы как проверить актуальность гостов тоже важный момент что у нас действует что не действует какие статусы есть как пользоваться этими ресурсами и покажу вам несколько примеров где можно найти полные тексты гостов только не говорите мне а в интернете в интернете есть все расскажу вам одну страшную историю когда подойдем к этому вопросу чем это может грозить у нас может быть не столько катастрофичные последствия но все-таки на это следует обращать внимание ну и конечно же то что в левой части сайта написано новинки сезона самые свежие самые самые новые госты которые у нас появились системе себе тоже покажу где их искать где их отслеживать это у нас в третьем вопросе и там будет еще один небольшой подарочек я вам тоже покажу большой список вообще всех этих действующих статусе действующих гостов системы себе сделала вам выборку на сегодняшний день вот ну вот такой вот у нас сегодня план с вами и начнем мы с вами со знакомства с понятием сибит прошу прощения понятия понятное и знакомые для специалистов но зачастую загадочное для небиблиографов для того чтобы она не выглядела таким непонятным заклинанием с ним снабс нур и сибит мы посмотрим что она означает заглянем чуть-чуть в историю откуда есть пошла система и из структуру посмотрим из каких разделов она состоит для того чтобы понимать какие госты относятся к этому семейству а какие нет и как их искать и вот структура нам тоже поможет разобраться вспомним было у нас на одном из старых вебинаров мы разбирали ребус аббревиатуры обозначения стандарта госты госты р цифрки буковки что это все обозначает для того чтобы вот здесь как раз зашифровано если мы разгадаем этот ребус то мы будем знать как входит ли этот гост в систему сибит или нет ну и конечно же вспомним различия стандартов национальные и межгосударственные ну и конечно же начнем с определения понятия чтобы она перестала быть для нас таким заклинанием определение понятия очень простой вы видите его на слайде и здесь отражена главная особенность гостов этого семейства они все носят вневедомственный и межотраслевой характер так например используя гост по составлению библиографической записи и описания мы можем у нас может возникнуть необходимость обратиться в госту где даны определение видов издания для того чтобы правильно составить библиографическое описание например на альманах нам надо понять а ну какой периодической непериодической продолжающейся монографической и монографической и много чего еще вообще что это за издание к чему его отнести к книгам журналам или 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 к сборникам или к чему и вот тогда нам понадобится другой гост который напрямую к биографическим не относится но там даны определение видов изданий а он относится по структуре системы сибит уже ближе к книгоиздательским но она может в этом случае пригодится и вот таким вот образом все гост они как бы взаимосвязаны между собой поэтому и говорят что основной принцип системы сибит это вне ведомственность и межотраслевой характер они могут быть применимы или в методичке по оформлению текстовой части вкр используется положение госта по подготовке и оформлению отчетов по соответственно если вам какой-то вопрос нужно будет уточнить мы обратимся уже непосредственно госту по оформлению по подготовке отчетов о ней уже понадобится другой гост хотя в последние годы приняли пару гостов для научных библиотек что вызвало некие премии среди специалистов как раз по причине узкоспециализированной направленности этих гостов в чем мы смотрели такой отход от принципа вневедомственности направленности на взаимодействие со смежными отраслями а здесь наоборот вот такая узкая специализация что это за гост это гост восемнадцатого года профиль комплектование фондов научных библиотек структуры по моему индикаторы комплектования и 2 гост девятнадцатого года библиотечные информационные услуги научных библиотек вроде бы да но но речь идет только вот вычленные направленность только про научные библиотеки в этих гостах идет речь ну вот да есть есть и такие примеры но основная масса гостов они все-таки носят как раз неведомственный и межотраслевой характер но отвлечемся немножко от системы узнали что это такое что скрывается за этой аббревиатурой и пару слов про историю откуда это все пошло и с чего началось долго останавливаться не будем только самые важные вехи этого пути рассмотрим отправная точка 1964 год основание винити всесоюзный научно-исследовательский институт технической информации и создание системы гснт и государственная система научно-технической информации на базе как раз винити и для внедрения вот этой системы научно-технической информации и потребовалась разработка утверждение первых стандартов которые решили объединить в серию системы информационно-библиотечной деятельности cbd в последующем где-то начале 70-х годов 69 70 сложилась уже система гснт и и разработка вот этих стандартов она как раз в это время и велась что такое гснт и это средство для создания эффективного использования государственных ресурсов научно-технической информации вот это определен давно на сайте гпнтб и основные задачи этой системы сбор хранения и обработка отечественных зарубежных источников связанных с научно-технической информацией а также создание ведения информационных фондов различных баз данных банков данных и на их основе вот этого всего богатства как организовать информационное обслуживание вот это вот все входит в понятие вот этой системы гснт и кстати грнт и государственный рубрикатор научно-технической информации появится примерно в то же время и он является такой базовой классификации вот этой системы научно-технической информации но это так к слову что такое гранты и если вдруг вам эта аббревиатура попадется она попадется обязательно то есть есть даже отдельный гост по грнт и по-моему даже недавно принятый где вот был у нас вопрос как-то на вебинаре а вот как классификация по гранты вот там надо это смотреть в 90-м году на базе венитиран был образован технический комитет по стандартизации возвращаемся уже к нашей системе себе назывался он научно-техническая информация библиотечное и издательское дело вот уже библиотечное издательское дело сюда подсоединилась краткое обозначение этого комитета тк-191 почему мы про него сейчас упоминаем и про него разбираем на обороте титульного листа гостов вы можете увидеть кем разработаны если вы видите слова тк-191 это гост из системы сибит вот вам один лайфхак как определить входит этот гост который мы берем в эту систему и деятельность этого комитета она как раз и направлена на разработку корректировку уточнения стандартов сибит да если возникают у нас вопросы или ворчание по поводу того или иного госта вы теперь знаете кому обращаться поддержка функционирования системы все в себе всем этим вот этот комитет 191 и занимается из 21 года базовой организации этого комитета является гпнтб с 22 года года изменилось название научно-техническая информация библиотечное издательское дело и управление документами вот теперь еще добавилась еще одна часть составляющая к этой системе себе от этих гостов вот собственно в этом обозначение название этого комитета зашифрована структура самой системы себе и структуры самого комитета научно-техническая информация 1 библиотечное дело 2 издательское дело 3 и управление документами 4 вот она структура в название я вам одну статью на эту тему где можно более подробно посмотреть про историю взять циферки кому-то нужно кому интересно или необходимо пожалуйста вот можно посмотреть в этой статье там более ага вижу светлана месюкевича вопрос написала вопрос чуть-чуть мы попозже к этому вернемся и он немножечко не по сегодняшней теме ну вот более подробно про историю про все перипетии про все 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 можно вот из этой статьи узнать она списке материалов будет я вам тоже покажу где ее где можно будет ее посмотреть в открытом доступе она есть в киберлининге тоже можно найти и вот в этой статье более подробно представлена работа под комитета 2 технического вот этого комитета 121 вот здесь более подробно все разбирается но имейте ввиду что все-таки год 23 поэтому некоторые совсем-совсем новые изменения они там не попали поэтому с цифрами тоже надо перепроверить соответственно они реальности нет но в принципе вот вот про этот про эту работу непосредственно нашу в этой статье очень хорошо изложены и представлены можно там посмотреть и вот коллеги мы уже с вами посмотрели что есть разные направления которые курируются разными комитетами что это за направление которые составляют систему себе то вот они четыре подсистемы сейчас указочку возьму и соответственно пока это тот под комитет который эту систему курирует кому предъявлять претензии или наоборот благодарности вот они четыре и я вам здесь сделала выборку по тем организациям которые собственно этим и занимаются гпнтб научно-техническая информация обратите внимание что здесь есть рабочая группа которая занимается библиотечной информационной деятельностью по общественным наукам и вот эту действию деятельность курирует и не он ран то есть если на обороте титульного листа госта вы видите что там написано гпнтб или и не он ран есть и не он ран значит это вот сюда к этой рабочей группе но они формально к этому под комитету подходит но немножечко стикер так наезжает на пока 2 потому что они взаимосвязаны очень очень тесно между собой работают и вот сейчас готовится рабочей группы один в июле прошло заседание этой рабочей группы на сайте компнтб эту информацию можно найти я вам тоже покажу готовится к разработке еще нет даже проекта только только начинается работа над новым гостом информационные ресурсы виды и что-то там еще вот что что такой информационный ресурс что что чем будет называться какие там виды в него будут подходить вот как раз по нему подпадать вот как раз этим будет сниматься рабочая группа 1 так что готовимся скоро новый гост у нас еще появится как раз и не он наше можно сказать совсем близкое родное это вот то что делает под комитет 2 библиотечные дела и библиографическая деятельность это ргб издательское дело ркп и внеидат документы ведения архивного дела всероссийской научно-исследовательский институт как разница разработка гост по направлению все что связано с документ где подробнее можно посмотреть вот эту организационную структуру я вам здесь ссылочки тоже привела они есть на слайде они будут в материалах нашего вебинара и отдельно там еще в списке литературы они тоже будут все можно найти посмотреть и более подробно изучить и соответственно вся система себе ты организационная структура вот этого комитета вот они здесь представлены на одном этом слайде слайде соответственно когда мы говорим о системе сибит мы имеем дело с группами стандартов которые устанавливают требования нормативные требования к основным объектам стандартизации сибит ну и соответственно куда они относятся для того они подробнее таблицу вот этой структуры есть таблицу структур очень хорошо представлена вот в этой статье тоже можно найти посмотреть для того чтобы немножко разобраться кто кто за что отвечает но и коллеги конечно же отслеживать новинки новые госты на сайте гпнтб я вам в третьем вопросе покажу как это делается где он находится это необходимо для того чтобы потом не переживать что что там еще придумали да какой-то новый гост не всем нашим требованиям и пожеланиям они могут отвечать но всегда проходят проекты публичное обсуждение и вот это вот тоже очень важно не пропустить момент ознакомиться с проектом и высказать свои замечания комментарии то есть проявлять активность для того чтобы не особо мучиться потом вот 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 для этого тоже понимать что там происходит какие новшества грозят или грядут и в какой комитет обращаться под комитет для этого тоже структура нужно как понять что гост относится вообще к этой системе сибит ну это видно уже по самой загадочной части обозначение стандарта расшифровка обозначения стандарта госта который относится к этому семейству да ну вот в этом госте р7024 новый гост принят в пункте 5.5 это гост кстати обращаю ваше внимание абсолютно новый принят старый уже не действует а вот новый принят национальная система стандартов по информации библиотечному издательскому делу основные положения вот это гост который регулирует всю систему сибит поэтому если у нас вопрос касается всей системы то мы можем обратиться к этому госту и вот там как раз дается обозначение национального стандарта национального стандарта и межгосударственного стандарта вот в таком виде в текстовом из чего он состоит и если это перевести в такую форму визуализации то расшифровка обозначения госта а вот это называется обозначением госта на циферке и буковке вот этот самый ребус то вот здесь мы уже сразу видим во первых буквенный индекс обозначения национальной системы эрб россия мы сразу понимаем что если есть после слова гост р это национальный стандарт это не межгосударственный а национальный стандарт категория стандарта вот она она у всех одинаково гост межгосударственный и национальный код национальной системы стандартов ноль и это регистрационный номер стандарта а это будет утверждение или принятие в старых гостах межгосударственных мы можем увидеть что здесь через дефис пишется только две последние буквы вот небольшая еще одна разница и обратите внимание у всех стандартов национальной системы есть цифра к 7 вот эта цифра к 7 это номер вот этой системы ну потому что среди гостов много разных серий много разных семейств у каждого своя циферка они идут под номерами и вот если есть видим цифру 7 все это си точно 100 процентов это гост из семейства сибит это вот то что нам нужно важно или может пригодиться или может быть избыточно но когда-то мы к нему можем обратиться но она входит в это вот семейство да и этот гост относится к одному из этих четырех направлений или подраздел вот такая простая совершенно расшифровка и сравнение с национальным стандартом межгосударственный стандарт видите уже другая другое может быть обозначение порядка номер год утверждения может быть либо так либо две последние цифры как я уже говорила вы видите здесь отсутствует буковка r это межгосударственный стандарт который действует не только на территории государства которая примела этот стандарт но и на территории тех государств которые перечислены в самом госте а там перечислены на территории каких стран этот ГОСТ действует. И тоже у него будет циферка 7. Циферка 7 – это опознавательный знак. У всех стандартов системы СИБИТ. Видели 7 – это наш стандарт. Значит, мы его изучаем. Вот это уже в пункте 5.6 этого ГОСТа. Отображено, которое я вам в чат тоже разместила. И вот это можно здесь посмотреть. Уровни. Таким образом, мы делаем в системе СИБИТ. Вот здесь двумя уровнями стандартов. Национальный и межгосударственный стандарты. Государственный или национальный утверждается национальным органом по стандартизации, а межгосударственный принимается межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и так далее. На территории нашей страны государственные стандарты обозначаются ГОСТ-Р. Для межгосударственных просто ГОСТ без буквы Р. Отличие государственного от межгосударственного действует только на территории той страны, в которой был принят. Чем полезно знание различий уровней и стандартов? Если у нас студент учился в университете Белоруссии, по каким-то причинам он перевелся в один из университетов России и завершает обучение здесь. У него есть уже почти готовый ВКР, список литературы практически оформленный, но по ГОСТу межгосударственного, вот тому самому, который, библиографическая там запись и описание, но межгосударственного 2003 года, который на территории России не действует, но он действует в Белоруссии и в других странах. И ему говорят, а нет, надо переделать оформление по ГОСТу. Он говорит, как? Ну у меня же по ГОСТу разные ГОСТы. У него по межгосударственному в России, уже в российском ВУЗе, нужно переделать на национальный стандарт. То есть нужно скорректировать список литературы. И это студенту нужно выяснить. Или еще более частый случай, когда авторы пишут свои статьи для научных журналов, например, автор в Минском университете журнал «Российский» или наоборот, мы в России опишем для Минского журнала. Какие ГОСТы ему потребуются? Вот где этот журнал издается, вот тем ГОСТом мы и будем пользоваться. Поэтому требования к оформлению статей в этом случае, например, если они используют не ГОСТ по ссылкам, которые у нас действуют пока еще везде, а некоторые издания просят или книгу, статья, ладно, по ссылкам, а вот список литературы, если монография издается, например, мы находимся в России, а монография будет издаваться в Белоруссии. То требование тогда, да, вот нам придется пользоваться старым ГОСТом, потому что он действует. Надо уточнять издание по какому ГОСТу, по межгосударственному или по национальному стандарту нам делать. Потому что разница будет. Или ГОСТ по ссылкам на электронные документы у 2022 года для автора, который пишет статью для Минского журнала, там для Белоруссии, подойдет или нет. А какой статус у этого стандарта, национальный или межгосударственный, нам надо посмотреть. А ГОСТ по ссылкам 2008 года подойдет или нет. То есть надо тоже посмотреть, что это за ГОСТ и уточнить его статус. Вообще он у нас-то действует или нет, а там он действует или нет. Во всех случаях важно понять, где мы издаемся, какие ГОСТы на территории, на той территории действуют, национальные или межгосударственные, в зависимости от этого, уже выбирать те или иные стандарты, которыми мы будем пользоваться. Какие же ГОСТы входят в подсистему библиотечное дело и библиографической деятельности? Мы с вами посмотрели, что есть четыре разделения. Есть второй, ПК-2. Непрофессиональная компетенция, это обозначение подкомитет 2, которое касается как раз библиотечное дело и библиографической деятельности. И вообще, как можно распределить эти ГОСТы по подсистему. То есть мы касаемся сейчас уже вопроса классификации. Но если говорить о классификации, то есть несколько примеров деления ГОСТов по различным основаниям, которые попались в разных статьях разных авторов и методических пособиях. Вот, например, уже знакомая нам статья, о которой я чуть выше говорила, Сухорукова. Вот там есть, обращаю ваше внимание, еще раз на эту статью, там есть очень интересная табличка по разработчикам. Основание деления служит подкомитет, который ГОСТ готовил. Ну вот, что мы видим в табличке. Обозначение ГОСТа здесь без наименования и подкомитет, который этот ГОСТ разрабатывает. Ну, учитывайте то, что статья все-таки 22-го года, поэтому по статусам эти ГОСТы нужно проверить, что из них работает, что нет. Но этот маленький кусочек, эта табличка там огромная, там около 100 с лишним ГОСТов приведено. Вот с таким разделением по подкомитетам. Кто его разрабатывает. Ну и, соответственно, посмотрев несколько из действующих ГОСТов, которые в этом списке есть, посмотрев, как они оформлены, обороты титульных листов, мы можем уже по аналогии понимать другие ГОСТы, которые в этот список не попали, новые там 23-24 года, мы уже можем тоже уже самостоятельно определить, к какому подкомитету они относятся. Ну вот, такое вот разделение на подсистемы, оно здесь приведено, но вот в такой общей табличке. Можно сделать выборку, и тогда у вас получится 4 небольшие таблички по разным подкомитетам, вот эти ГОСТы распределяются. Тоже очень удобно сразу вычленить, да, те ГОСТы, которые вот к нашему второму как раз относятся под комитетом. Ну и смежные к нам очень близкие и часто используемые. Это третий, что касается издательской деятельности. Очень часто нам и к тем моментам тоже приходится обращаться к тем ГОСТам. Еще один источник хочу вам показать. Да, про табличку еще пару слов буквально вот эту скажу. В этом ее плюс она разделяет по подкомитетам, но минус то, что опять же нужно перепроверять. Некоторые стандарты уже изменили свой статус. И вот в качестве идей и подсказок по структуре вот этой системы СИБИТ это решение интересно и полезно. Особенно если вы уже на сайте где-то у себя собираете такие списки ГОСТов, то для вас это может быть какую-то идею подскажет. И еще один вариант классификации. Я вам хочу показать. Так, сейчас, да, вот. Вот ссылку на источник. Ссылку на источник я вам сейчас попробую в чат разместить. Ага, все, немножко подвес чат. Вот, вот эту вещь 23-го года издания. Попалась мне в разработка в интернете. Очень интересная методичка. Система СИБИТ в работе библиотеки. То есть, да, ориентирована на специалистов, но и для небиблиографов тоже может быть полезно. Или для разработчиков методических рекомендаций. Потому что в этом, ну, как сказать, пособии, наверное, методичке работе. В этой работе выделены именно стандарты СИБИТ по вот этому второму подкомитету. Библиотечная библиографическая деятельность. Но, опять же, самые новые стандарты туда, конечно, не попали 24-го года, а здесь издание 23-го. И, может быть, что-то из ГОСТов 23-го года. Но дополнить вот это разделение. Там приведено, кстати, в приложении список действующих стандартов. Но на ноябрь 23-го года я вам покажу более свежую вещь, которую я сделала вам по данным Российского института стандартизации, выборку. Можно будет сравнить. И вот такой плюс есть. И выделены прямо все четыре группы стандартов. Разделены все стандарты, которые касаются библиотечной и библиографической деятельности. Они автором этой методички разделены на четыре подсистемы. На четыре таких кусочка. Терминологические, общетехнические, технологические, издательские. И вот эта очень удобная структура сделана. Они небольшие. И какие ГОСТы туда входят. Ну, терминологические, понятно, что все, что связано с терминами. По библиотечному делу и библиографии. Вот из этих ГОСТов, кстати, вот видите, первый же самый ГОСТ. Это может быть полезно. Мы этот пример с вами уже в самом начале разбирали. Издание, основные виды, термины и определения. Что является, и вот когда у нас попадается какой-то непонятный объект для библиографирования, типа альманах, а что это такое. Загляните в этот ГОСТ, посмотрите, который называется «Издание основные виды». Посмотрите, что это, есть ли он там. Второй ГОСТ свеженький, 22-го года. Библиографирование, библиографические ресурсы, термины и определения. Вот здесь есть очень хороший пункт, что относится к библиографическим ресурсам. Опять же, для солидности, для того, чтобы мы говорили «А, список литературы – это фигня. А, да кому он нужен? А, это не просто какой-то там список. Это библиографический ресурс. И его определение дано вот в этом ГОСТе». Штука-то серьезная, оказывается, список литературы. Вот, так что вот вставить ссылочку на ГОСТ в методические рекомендации, что вы не просто там какой-то список составляете, а вы создаете библиографический ресурс. Вот тоже очень такая интересная вещь, посмотрите. Библиотечные фонды. Нужен ли он не библиографам? Да, наверное, и нет. Обслуживание – то же самое. А специалистам – да. Информационная деятельность – то же самое. Нет, консервация – нет. Аудиовизуальные документы – ну, конечно, можно сказать, да, мы же иногда в список литературы вставляем. Ну, стоп. Откройте, посмотрите. Основные термины и определения. Нужен сколько, во-первых, таких аудиовизуальных документов? И посмотрите, год. Да, насколько он будет актуален? Ну, пока что оттуда? Может быть, какие-то конкретные пункты, если есть много документов или ресурсов, которые аудиовизуальных, которые используют ваши студенты, а для этого надо посмотреть просто ВКР, например, или магистрский ВКР, на что ссылаются, что входит в этот список. И если есть необходимость дать определение и термины, что это за ресурс такой, тогда не весь ГОСТ, а отдельными пунктами. Вот тогда это нужно рекомендовать смотреть отдельные пункты. Но, опять же, это надо посмотреть. То есть здесь половинка на четвертинку нужна нам или нет. Первые два, да. Поиск распространения информации. Опять же, для кого надо открыть? Посмотреть область применения. И что подразумевается здесь под поиском информации? Если это какие-то специализированные вещи, которые не относятся к нашему поиску в сети интернета, опять же, смотрите ГОСТ. Ну, наверное, не особо. Информационно-поисковые языки. Для оформления списка и ссылок, наверное, он нам не особо пригодится. Ну, вот, навскидку, еще не заглядывая в сам ГОСТ, мы уже видим, какие могут быть нам полезные ГОСТы. То же самое. Общетехнические. Так подробно мы уже по ним проходиться не будем. В общем, просто отметим, что здесь собираются ГОСТы, которые предъявляют требования к качеству продукции и услуг библиотек. Уже понятно, что сюда входит. Нужно ли не специалисту, не библиографу пользоваться этими стандартами. Ну, наверное, эта тема немножко у нас выбудет. Единственное, что обращаю ваше внимание, на ГОСТ, который называется ГРНТИ. Государственный рубрикатор научно-технической информации. Вот это может быть полезно. ГОСТ по ГРНТИ в отдельных пунктах для индексирования по ГРНТИ. Скорее, для преподавателей, может быть, аспирантов, когда пишешь статьи, иногда просят индексировать по УДК, ББК и код ГРНТИ, какой же там код, где его искать. Вы начните поиск с ГОСТа. Вот он, он есть. Вот он как раз сюда попадает. И технологические стандарты, которые относятся к различным библиотечно-информационным процессам, их регламентируют и унифицируют. Вот это наша как раз история. Библиографические ссылки, записи, описания, сокращение слов на сочетании на русском языке для библиографической записи. Конечно, мы стараемся все-таки давать описание полностью, но если есть такая необходимость, вот есть такой вот ГОСТ. Рефераты, аннотации, статистика фонды нам не нужны. Вот он, отчет по НИР на структуры и правила оформления, но это не к списку и не к ссылкам, это к тексту. Как оформляется, вот он больше нам подходит. А ссылки из списки мы будем готовить вот по этим двум, по ГОСТу ссылкой. И 18-й ГОСТ, вот биографическая запись. Но неопубликованный перевод, наверное, тоже особо студенту им не нужен. И издательские. Все, что касается подготовки, издания, тиражирования, то есть это больше вот тут издательско-редакторский комплекс ГОСТов. Вот они сюда входят. То есть вот это вот разделение в этом источнике, ссылку я вам дала даже вплоть до указания, на каких страницах это находится. Ну, это очень удобная вещь, можно ей воспользоваться. Но, опять же, перепроверяйте статус стандарта. И обратите внимание еще на этот ГОСТ. Статьи в журналах и сборниках. Издательское оформление. То есть для оформления ссылки или этого источника для списка в студенческую ВКР или в диссертационные исследования нам не этот ГОСТ понадобится. Это про то, как журналу оформить правильно статьи в журналах или сборниках, если мы их издаем. Или может этот ГОСТ понадобиться для преподавателей, которые издают сборники. Сборники кафедры обязаны издать сборник материалов статей. Они их готовят. Есть два варианта мы можем отдать в издательстве. Такой полный редакторский цикл, где все за нас делают. И вот с этим мы не заморачиваемся. Мы просто отдаем текст статей. А есть второй вариант. В авторской редакции, когда мы сами готовим все с минимальной обработкой в издательстве. Вот в авторской редакции, как мы подготовили, вот так оно и вышло. И вот тогда нам уже понадобится посмотреть вот этот ГОСТ и посмотреть макет аннотированной карточки в издании. Вот сюда тоже заглянуть. И выходные сведения нам нужны будут. И как проставить знак охраны авторского права правильно. И про международный стандартный книжный номер нам надо будет посмотреть, если мы все готовим в авторской редакции. И плюс макет мы тоже делаем сами. Тогда вот эти ГОСТы нам понадобятся. Но опять же, для оформления ВКР нам они здесь не нужны. И три. Такая маленькая подсказка. Три стикера-напоминалки о трех китах для того, чтобы выбрать правильные ГОСТы на основе анализа. Вот то, что мы с вами сейчас попытались сделать, попробовали сделать. Для кого? Вот это можно в виде такой небольшой схемы. Она простая. Она совершенно... Ничего здесь такого прям супер нет. Но если мы забываем про эти три вопроса, то мы создаем избыточный список, которым пользоваться очень сложно. И мы сами путаемся и путаем наших несчастных небиблиографов. Три стикера-напоминалки. Для кого? Фактически это определение целевой аудитории. Для специалистов мы этот список готовим или ссылки на эти ГОСТы. Или для небиблиографов. Если небиблиографов, то и специалистов можно раскрыть более подробно. Кто? Каталогизаторы или издатели, редакторы. Кто это? И небиблиографов можно более подробно раскрыть. Это целевая аудитория. Лучше конкретизировать, конечно, студенты, магистранты, аспиранты, преподаватели. Тут разные могут быть вариации наборов этих ГОСТов, как мы с вами только что увидели. Для преподавателей, если касается издательской деятельности, одно. И вот мы подходим ко второму вопросу. Для чего целевое назначение? Для решения каких задач могут понадобиться стандарты? И в зависимости от этого мы выбираем, какие это могут быть стандарты. Для тех же преподавателей. Это оформить список литературы. Оформить ссылки к статье, сам текст работы или подготовить сборную к печати. Наборы ГОСТов могут быть разные. Одни могут перетекать, естественно, и присутствовать во многих, если не во всех. А некоторые могут быть очень специфические и добавляться в зависимости от целевого назначения. Поэтому вот эти два вопроса – это то, с чего начинаем. Во-первых, и держим все время в голове. Для кого и для чего. И дальше уже завершение – это какой это будет стандарт, основной или вспомогательный. Вот без него не обойтись. Если мы готовим для студентов список источников для ВКР, то понятно, что будет основным ГОСТом. ГОСТ 2018 года. Библиографическая запись и описание – это вот то, что вот прямо. И мы его более подробно будем рассматривать. А вспомогательный – это то, к чему мы реже обращаемся. Например, мы можем здесь привести ссылку не на весь ГОСТ, а на отдельные пункты. Например, что такое библиографический список, да, или где посмотреть виды изданий. И прямо наиболее часто встречающиеся, что это такое. Мы можем из этого ГОСТа взять и прямо по пунктам смотреть такой пункт, смотреть такой пункт и такой. То есть это частота обращения к стандарту для поиска ответов на вопрос или решения проблемы. На практике это можно применить совершенно просто. Для кого мы готовим наш список ГОСТов, отсылки ГОСТа. Для небиблиографов. Конкретно кто? Студенты. Можно еще конкретизировать. Студенты, выпускного курса. Или направление подготовки. Если у них разные ВКР, например, где-то в качестве выпускной квалификационной работы это текстовый кирпич, а где-то это чертежи и небольшая текстовая часть. Вот когда чертежи, нам надо уже озадачиться еще другими ГОСТами. Уже не системы СИБИД. Посмотреть, если не хватает, например, правила оформления чертежей. ЕСКД взять из этого, из другого семейства ГОСТа. Ну вот в зависимости от специфики направления подготовки нужно будет смотреть. То есть, видите, мы конкретизируем, что это. Что мы, для чего? Ну у нас, например, студенты экономического факультета вуза. Ну отлично. Для чего? Мы оформляем список литературы и оформляем ссылки для ВКР. Все. Вот мы максимально конкретизировали. И дальше мы из списков, отсматривая, либо весь список полностью, либо вот те по разделениям, по классификациям, которые я вам показывала, как мы с вами делали, мы отбираем, что из этих ГОСТов нам подойдет. Если необходимо, мы их открываем, пролистываем, смотрим, чтобы не создавать избыточные списка. И определяем, что вот это вот, товарищ дорогой, прям обязательно ГОСТ 2008 года для ссылок, а 2018 для списка источников. Вот все, вот два твоих основных ГОСТа, ими пользуюсь. Вспомогательные могут быть заголовок библиографической записи. Он важен, особенно там, где используются законодательные акты, законодательные документы. Вот там описание под заголовком законодательного документа. Вот тогда нам этот ГОСТ понадобится. Ну и какие-то вопросы, связанные с как правильно написать автора. Этот ГОСТ нам понадобится. Новый, кстати, у нас в 2023 году появился. Или ссылки, оформление, библиографические ссылки на электронные документы, размещаемые в информационно-телекоммуникационных сетях 2022 года. Вот его воспомогательные. То есть почему не в основной? Два. В основной мы в свою методичку, какие-то основные моменты из этого ГОСТа про электронные ссылки дополним, напишем и все. Но если вдруг какой-то вопрос, можешь посмотреть вот в этом ГОСТе. Будет смотреть, не будет смотреть, это уже другой вопрос. То есть или если у нас, например, направление, что-то связанное с IT, там много будет электронных ресурсов. И вот тогда, наверное, он станет основным все-таки ГОСТ. Здесь зависит от чистоты обращения к этому ГОСТу и тех вопросов, которые, и ресурсов, которые отражаются в списке литературы. То есть вот такой небольшой анализ здесь провести придется. Ну вот мы и примерно сделали очень быстро, буквально за пару минут, уже поняли, по каким критериям нам нужно отбирать ГОСТа. И дальше мы просто вот отсматриваем, что у нас подойдет. И отсюда выбираем ссылка, да, библиографическая запись. Вот это, наверное, нет, если мы просим их писать полностью. Описание, да. Рефераты и аннотация. Вот здесь, внимание, иногда требуют аннотированные списки к магистрским УКР. Представьте список литературы в аннотированном виде. То есть должна быть еще аннотация. Вот тогда мы добавим еще вот этот ГОСТ. А какие виды аннотации есть, как их писать, как правильно, какие там есть алгоритмы. Вот это все в этом ГОСТе есть. Тогда мы его добавим. Если просто голый библиографический список, нам вот этот ГОСТ не понадобится. Это мы опускаем. Научно-исследовательская работа. Вроде бы, да, оформление. Стоп. Мы говорим сейчас для чего? Для оформления списка литературы и оформления ссылок. О тексте мы ни слова не говорим. Мы решаем вполне конкретную задачу. Значит, нет, мы его сюда не включаем. Ну и это тоже нам не понадобится. Но если вот здесь мы поменяем нашу задачу, не оформляем не список литературы и ссылки, а текст, вот тогда мы отберем уже другие ГОСТы. И вот этот методическую рекомендацию, большой талант методических рекомендаций, простите, обо всем, обо всем, обо всем на свете, и как искать, и как оформлять текст, и как его форматировать, и список литературы, и ссылки, и все это в один комплект. Мы его можем, эту работу, разделить на несколько составляющих частей. И решая вот вообще конкретные максимально задачи, мы еще и подбираем к ним ГОСТы, конкретные задачи. И, соответственно, у нас мы можем не вот этот вот огромный список вываливать, все ГОСТы, под решение конкретной задачи подбирать определенные ГОСТы. Так удобнее пользоваться. Вот это может быть такая структурированная подача информации, она может помочь не библиографам, но и для себя тоже самое. Можно подобрать те ГОСТы под решение конкретных задач. И тогда вам легче будет ими пользоваться и извлекать из них полезную информацию. Список использованной рекомендуемой литературы, в материалах будет, я вам покажу, где он находится. И самый последний, наш третий вопрос, а где посмотреть актуальность ГОСТов, как ее проверить. Первое. Рекомендуемая вещь, рекомендуемый ресурс. Это сайт ГПНТБ. Ссылочка вот она есть, в чат ее вам дают. На сайте ГПНТБ есть раздел, посвященный вопросам стандартизации, так как теперь технический комитет, он под ГПНТБ. Вот вам поиск, как искать. Главная страница, деятельность, стандартизация и новые стандарты. Вот здесь все в кнопочках есть. Можно посмотреть и структуру, и контакты, и программа национальной стандартизации. И вот заседание. Вот там как раз что планируется к разработке, еще даже не на этапе проекта, уже можно посмотреть. И вот про новый ГОСТ, который я именно здесь смотрела, по этой желтой кнопочке. И вот новые стандарты СИБИД. Кстати, очень важная вещь. Сюда можно зайти. И вот ссылку я вам даю прямо на эту страничку. Вот она здесь есть. Вот она в чате. Прямо на новые стандарты. Выглядят они... И дальше открывается страница. Они идут вот таким вот списком. Новые утвержденные стандарты по годам. 24-й год. Смотрите, сколько нового у нас появилось в 24-м году. Во-первых, сам ГОСТ по системе СИБИД. Уже принят 1 мая 24-го года. Вот он. Словарно-энциклопедические справочные издания. Основные виды структуры и оформления. Государственный рубрикатор ГРНТИ. Вот я вам говорила, по ГРНТИ новый ГОСТ появился. Вот его обозначение. Международный стандартный идентификатор для библиотек и родственных организаций. Это чисто специальные ГОСТы для специалистов. Тезаурсы и словарей их взаимодействия. Это больше про работу с информацией и документами. Информация и документация, управление документами. Это вот для 4-го подкомитета. Наши смежники. Логическая структура, состав метаданных и требования. И международный стандартный идентификатор коллекции. Вот новые ГОСТы 24-го года, которые только-только у нас появились. За 23-й год было всего два. Из них важная для нас библиографическая запись заголовок. И появился новый ГОСТ по теме библиотечного информационного обслуживания. Тоже можно посмотреть. Это для специалистов. Но здесь для нас важный ГОСТ по заголовкам. У нас был вебинар по этому новому ГОСТу. Мы его сравнивали со старым. Если кому-то нужно, вы мне тоже просигнализируйте. Я вам ссылочку на эту запись дам. И попробую ее тогда перенести в ВКонтакте, если вдруг на Ютубе не открывается. 22-й год. Вот новые тоже ГОСТы. И здесь у нас... Вот он наш... Сейчас, сейчас, сейчас. Ссылка на электронные документы. Тоже мы его подробно разбирали. Вот он здесь есть в этом списке. Вот здесь на сайте ГПНТБ можно все новинки отслеживать. Еще один очень полезный ресурс. Российский институт стандартизации. Да, вот, кстати, Елена Павловна, вот на сайте ГПНТБ, ту ссылочку, которую я вам скинула, все новинки, вот все новое. И даже можно смотреть, что нам... что грядет и что нам грозит. Да, в какой сфере скоро произойдут изменения, чтобы быть в курсе информации. Вот это очень полезная вещь, где можно определить прям сразу статус ГОСТа. Как искать? Ссылка... Так, сейчас я вам ее тоже дам. Вот она, Российский институт стандартизации. Здесь я вам наверху на слайде показала путь, как искать, если вы попадаете на главную страницу. Здесь вот этот список стандартов, он очень так завуалирован, он скрыт в недрах ГОСТа. Поэтому с самого начала, если вы вот здесь начнете вводить, вы можете не найти. Он вам может мне показать. Я вам показываю, если вдруг не найдете, я вам показываю вот здесь прям весь путь показан, что нажимать. Главное, есть, мы на нее попали, а нас нажимаем, а нас. Там в открывшейся странице выбираем основные задачи, и из них Федеральный информационный фонд, а в нем ищем каталоги стандартов, общероссийские терминологические словари. Вот я вам весь путь показала, что надо нажать, чтобы не заблудиться. Но по той ссылочке вы можете заполнить. И вот когда мы добираемся, добираемся, вот он слева открывается меню, мы выбираем каталог ГОСТов. Он нам нужен. Вот они. Кстати, здесь есть и ТУ, и много-много чего еще. И вот смотрите, ГОСТы и ГОСТы-Р, национальные стандарты, здесь приводится все, и межгосударственные, и национальные стандарты. На 9 страницах 179 документов. Из них действующих, по-моему, 97. У остальных статус совершенно другой. Либо заменен, либо утратил силу России, либо отменен. И вот мы сразу видим, идем по списку. Вот здесь уже можно аббревиатуру ГОСТа вводить и название найти, он вам конкретно ГОСТ покажет. Или можно идти по списку. Они идут по порядку не года, а по порядку номеров регистрации. Вот эти цифры, которые перед дефисом. Вот по ним они идут. Видите, 0, 0, 0, 1 и так дальше постепенно они увеличиваются. Поэтому нужно ориентироваться. Не очень может быть удобная для нас структура, но если мы знаем аббревиатуру и название ГОСТа, здесь вообще проще простого. Здесь сразу мы видим, во-первых, количество страниц. Тоже важный момент, чтобы сравнить с тем, например, что мы скачали из интернета. Если тут количество страниц 50, а у нас 47, понятно, что три страницы какие-то пропали. И дай бог, если это титул, оборот титульного листа или концевой лист, а не где-то в середине важные сведения. И сразу виден статус. Заменен, значит, есть какой-то более новый, свежий или другой ГОСТ. Утратил силу в РФ, значит, он остался в статусе межгосударственного. Видите, буковки Р нет. Но на территории Российской Федерации он уже не действует. Поэтому нужно открыть. Если отменен, то отменен. Или действует. Вот действующие как раз нам и интересно. И если мы кликаем по названию, по аббревиатуре этого ГОСТа, у нас открывается вся информация о нем. Вот он, статус отменен. Хорошо, отменен. А что нам делать? А что вместо него? Открываете. И видите, тут вся-вся информация. Там много информации. Прямо все расписано про этот ГОСТ. Вплоть до того, для кого он предназначен. Кто разработчик. И вся-вся-вся информация. Очень-очень интересно иногда посмотреть. И дата введения, и дата ограничения срока деятеля. Самое главное внизу. Для замененных и утративших силу чуть повыше может быть. Но там всегда есть эта строчка. На территории РФ пользоваться и пишется каким ГОСТом. Чем? Ну а что делать? Если его уже нет и ничего взамен ему не приняли другого. Не обновили, как говорится. Вот указывается более свежий стандарт, которым нужно пользоваться. Хорошо, тогда мы вместо этого будем пользоваться вот этим ГОСТом. Видите, его даже не заменили, а его качественно переработали. Поэтому этот просто отменили. А вот этим рекомендовано пользоваться. Вот мы его берем и им пользуемся. Еще один сайт. Где можно найти информацию. Вот сайт российского института. Мне нравится, честно говоря, больше. Там больше информации содержится. Но есть еще один сайт Росстандарта уже официальный. Где тоже можно найти стандарты. Также информацию о них. О них. Не сами полные тексты. И там, и там информация о них. Главная страница. Стандарты, регламенты. И вот где нам еще понадобится понимание. Мы ищем межгосударственный стандарт или национальный. Вот здесь два совершенно разных раздела. Если вот здесь все в одной кучке. И межгосударственный, и национальный. И все семейство целиком. А здесь оно разделено. Значит, нам надо либо здесь, либо здесь искать. Либо если мы не знаем, а только название ГОСТа. Ну, вот здесь очень, кстати, поисковик трепетный. Поэтому если мы просто какие-то ключевые слова видим, он нам не найдет. Даже если мы какие-то некорректности в самом названии укажем, он тоже может не найти. Скажет, нет такого. Поэтому здесь очень щепетильно надо к этому вопросу. Ну, вот, например, мы находим каталог национальных стандартов. Мы искали по аббревиатуре. Вот, по крайней мере, обозначение ГОСТа надо четко приводить. Вот мы искали ГОСТ по обозначению. Мы его ввели. Мы знаем, что это, кажется, национальный стандарт. Зашли, нашли. Да, чудо, он здесь оказался. Нажимаем по нему и также получаем информацию об этом стандарте. Но ее гораздо меньше, чем у предыдущего сайта. Буквально чуть-чуть, чуть-чуть. Но, по крайней мере, мы точно знаем, что это Рост Стандарт, что это точно такой ГОСТ. Есть и тоже количество страниц. Основную информацию мы здесь тоже можем посмотреть. Мы бы два ресурса, которым можно пользоваться. Честно скажу, мне, например, первый больше нравится институт стандартизации. Но, может быть, здесь быстрее на Рост Стандарте появляются. Теперь про полные тексты. Конечно же, СПС Консультант Плюс. Справочная наша система. Вот я вам даю ссылочку прямо сразу на раздел. Вот я набрала ГОСТ и СИБИТ. И вот он мне показал все ГОСТы. Но доступ к полным текстам только по подписке. Если есть зелененький значок, значит, можно в открытом доступе. Вот эти два ГОСТа мне доступны. Все остальное, видите, это только для подписчиков системы. Поэтому, если она установлена в организации, то да, ей можно смело указывать и для студентов, и для преподавателей ей пользоваться. Тогда они эти ГОСТы здесь точно будут все зелененькие. Они смогут полные тексты найти. На них смело можно в своем списке ГОСТов сразу ставить ссылку, гиперссылкой на конкретный ГОСТ этой системы. Ну, а если не подписчики, тогда увы. То же самое с Гарантом. Так, тоже вот прям на эту страничку, где выборка по всем ГОСТам СИБИТ. Вот он их тоже показывает. Вот мы их нашли, зашли, набрали просто СИБИТ. Вот он все-все-все-все-все нам показал. Но, опять же, доступ к полным текстам только для подписчиков. Есть и там, и там вариант демо-версии. Там на три дня, по-моему, дается бесплатный доступ. Можно заказать, попробовать и скачать. Не знаю, хватит ли вам этого. Нужно ли для работы, если этого достаточно, то можно вот так через такую демо-версию сделать. Но если постоянно нужна работа с ГОСТами, то это, конечно, если есть подписка на тот или иной ресурс, это дело. Если нет, будем пользоваться другими ресурсами. Сайт РГБ. Помимо утвержденных ГОСТов списка, здесь приводится еще масса полезной информации по стандартизации. Вот тоже ссылочка на этот ресурс. Деятельность в области стандартизации. РКП, вы теперь знаете, они тоже на сайте РГБ. Вот они вместе. Так что и ГОСТы, и того, и другого можно здесь смотреть. Но вот в этом разделе приводится список ГОСТов для библиотекарей. По-моему, там есть переход на полные тексты статей. Но немножко в урезанном формате. И не за все годы. А вот только со мной, со мной, может быть, свеженьки. Галина Гарина, да, я вас слушаю. Если что, вы пишите, пожалуйста, вопрос сразу, можно в чат. Вот тоже очень, да, и все новости вот здесь. Можно тоже посмотреть, что там в области стандартизации происходит. Ну, все-таки более полная информация по работе комитетов. Это много по НТБ, можно посмотреть. И это еще не все. Мы подобрались с вами к завершению. Про новинки сезона я вам показала, где. И сейчас покажу еще демонстрацию экрана. Несколько полезной информации в завершении нашей сегодняшней встречи. Вот мы с вами прошлись по системе Сибит. Мы с вами посмотрели, что это такое, из каких ГОСТов она состоит. На какие четыре части она делится. Кто за какую часть отвечает. И к какой части какие ГОСТы относятся. Для небиблиографов мы немножко посмотрели с вами, как можно минимизировать вот эту избыточность списка, но в то же время не упустить чего-то важного. Три стикера кита, которые нам могут понадобиться. И как классифицируются эти ГОСТы. И посмотрели о ресурсах. А теперь самое обещанное. Так, сейчас попробуем. Так, так, так. Обещанная страшная история. И пару моментов еще интересных ресурсов я вам сейчас покажу. Наверное, вот здесь. Вот, нашлось. Коллеги, поставьте, пожалуйста... А, ничего страшного, Галина. Видно ли? Поставьте, пожалуйста, мне огонючек, чтобы увидели страничку. Я ее вам открою покрупнее, чтобы можно было увидеть. Нашла очень интересный такой ресурс. Сибирский государственный университет науки и технологии имени Решетнева. Надеюсь, правильно сказал, не обижу, не хотела. Научная библиотека. Вот они сделали вот такую выборку. Но, обратите, стандарты Сибит. Здоровская тоже вещь. Вот, смотрите. Вот, во-первых, вам пример, как это может выглядеть. Во-вторых, обратите внимание вот на это. Для кого? Библиотека Рю, документы, стандарты Сибит. То есть, это рассчитано на специалистов. Но, по образу подобия, мы можем сделать выборку для студентов, для преподавателей, для обучающихся и обучающих. Как назовете, это уже другой вопрос. Ну, вот интересный пример, как это сделано. Смотрите, как здорово. Раскрывающийся список. Вот, все они стандарты в обратной по годам их утверждения. Видите? Вот, здесь по годам. Это очень удобно искать. И раскрывающийся список. Краткая информация, что это такое. Это, я так понимаю, взято с оборота титульного листа. Стандартов там, где пишется, что он устанавливает, на кого он рассчитан до области применения. Вот, и дата введения. И кнопочка «Смотреть». Нажимаем. И мы попадаем на полный текст ГОСТа. И вот, мы его можем открыть и здесь читать. Обратите внимание, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. ГОСТ про ТЭК ГОСТ РУ. Ну, вот, здесь можно тоже посмотреть, какие новые стандарты. Это стандарты за март. И вот здесь вот есть новые документы. Вот здесь можно тоже посмотреть. И для своих ссылочек, может быть, здесь ГОСТ тоже есть. Ну, вот тоже вот этот ресурс, которым можно пользоваться. Очень удобная вещь. И ссылку на него я вам тоже дам. Очень здорово. Коллеги сделали. Прям вот супер. Да, можно сделать и еще. Еще так же. Но, когда мы ищем ГОСТы, это один вариант. Второй вариант, когда мы ищем ГОСТы, просто в сети интернет. Вот, смотрите, я нашла такой ресурс. Сборник нормативных документов. О, и здесь есть все. И даже можно скачать во всех видах. Хочешь док, хочешь PDF, хочешь чего-то еще распечатать или что-то. Вот он весь текст. Все бесплатно, все в доступе, все замечательно. Но, знаете, что меня смутило больше всего? Я перехожу на главную страницу. Хочу узнать, что это за ресурс. Если вот здесь я знаю, что это за ресурс. И если я нажму вот сюда, я попадаю куда? На сайт Росстандарта. Значит, это структура официальная. Структура Росстандартовская. Значит, все нормально. Это вот какая-то старая версия, видимо, этого сайта. И вот, значит, этим можно спокойно пользоваться. А здесь я перехожу на главную страницу. И что я вижу? Ничего. Название. Электронное. Что здесь собираются всякие ГОСТы и прочее, прочее, прочее. И никакой информации, кто автор сайта, кому принадлежит, что это за организация, что это за библиотека, вообще, что это за сайт, кто за него отвечает. Ни подвала нет, никакой информации об организации. Насколько он официален, непонятно. И правильно ли он размещает ГОСТы, вернее, те ли версии, то ли что нужно и в каком объеме, это тоже большой вопрос. Поэтому вот с такими вещами очень-очень осторожно. Вот на сайте РГБ мы сразу видим, вот все. Вот они, актуальные стандарты. С 2014 года здесь ограничения есть, но, по крайней мере, все свежие стандарты, они здесь есть. Ну и вся информация по деятельности этого подкомитета тоже собирается. Вот такими сайтами или просто из интернета, пожалуйста, очень аккуратно пользуйтесь. Потому что, коллеги, страшная история. Произошла несколько, некоторое время назад, несколько лет назад. Крупное предприятие, занимается выпуском важной стратегической продукции. И у них была своя научно-техническая библиотека. Но в связи со всякими реорганизациями решили там часть информации оцифровать, а часть книг в печатном виде просто отправляли на помолку. Ну и оцифрованные тоже. Зачем помещение простаивают, какие-то там старые книжки хранятся. Ну вот, оцифровать и оцифровали. А ГОСТ решили нецелесообразно сохранять, выписывать, подписываться на систему. Это все лишние затраты. Но это не... Менеджеры посчитали, что это неэффективно. И в интернете есть все. Ну, откройте интернет и там найдете. Через некоторое время предприятие налетает на многомиллионный штраф, если не миллиардный. До сотен тысяч миллионов. Десятков миллионов. Я уже сумму не помню, но это было очень реально, очень страшно. Штраф. Оказывается, они выиграли тендер на поставку деталей для продукции какого-то другого предприятия. Государственный заказ. Все серьезно, все строго, все замечательно. Все должно соответствовать ГОСТу. ГОСТы нужны, библиотеки их нет, ищите в интернете. Ну, накачали чего-то там из интернета. ГОСТ тот же, номер тот же. Все то же самое. За исключением одного маленького момента. Маленькая табличка, несколько пунктов, допуски пропала. Из этого варианта ГОСТа, который нашли в интернете. Всего чуть-чуть и десятки миллионов штрафов. Вот результат. Нашли в интернете. Так вы зайдите и сравните. То, что вы нашли, оно соответствует. Есть такой ГОСТ. По официальным сайтам. Зайдите, найдите. Лучше пользоваться официальными версиями. Потому что вот результат. Надеюсь, что у нас таких катастрофических последствий, конечно, не случится. Но привыкать к тому, что просто взять из интернета, лучше не приучать. Лучше пользоваться проверенной информацией, проверенными сайтами и проверенными ГОСТами. Иначе кому предъявлять претензии, извините, сами виноваты. Вот вам страшная история. Поэтому, коллеги, вот эти ресурсы берем себе на вооружение. Ими пользуемся. И последний момент, который я вам тоже обещала показать. Про материалы сегодняшнего вебинара. Тоже сейчас покажу демонстрации экрана. Вот, они все собраны здесь. Тоже поставьте, пожалуйста, маленькую сигналку, огонечек и стирочек. Видно ли? Ага, спасибо. Я вам собрала все вот сюда. Все на страничке собрано. Вот весь наш вебинар здесь. Ну, вот как пользоваться материалами, как можно их использовать. Или нельзя использовать, да и для чего. И я вам сделала подарок. Вот он прямо у нас тут такой, сейчас попробую сделать покрупнее. Вот такой огонечек, папочка, да, список действующих ГОСТов СИБИД. На вчерашний день, 10 сентября, вот на этот день, вот он чуть ниже, уточненный список по ресурсу Российского института стандартизации. То есть я его прошла весь, весь этот список СИБИД. И по годам в таком обратной хронологии я его сделала. Вот, можно вот здесь по точечкам переключать. А можно вот здесь есть галочка, носик, только ее смотрите. Если промахнетесь, он может вас на обложку выбросить с сайта. Вот здесь вот маленькие, или вот так вот, я не знаю, листа это у нас, да. Только за край листа надо вывести, вот аккуратно перелистывать, или по носику, вот прям по годам. По годам все, это все действующие ГОСТы, которые в статусе действующих из системы СИБИД. Начиная с, сейчас скажу, какого года, 80-го. Вот, 29-80, вот прямо все отсюда. Вот они здесь сидят. Ну и дальше слайды нашей презентации, определения, понять, то, что мы сегодня с вами проходили. Если видите точки, значит, или носик, значит, здесь можно листать. Вот они все наши материалы, которые сегодня были. Вся классификация про студентов, вот оно все здесь. И самое главное, вот эти ресурсы, вот эти ссылки, здесь прям вот прямые переходы есть на этот сайт. ГПНТБ, то, что мы сегодня с вами смотрели, РНБ, РГБ и прочее. Здесь тоже можно все листать. Вот, и прямые, прям по кнопочке переход на эти ресурсы здесь есть. Ну и в конце материал, вот эти статьи, которые использовала при подготовке сегодняшнего вебинара, еще будут дополнять, попадается интересный материал. Но пока просто статьи, да, вот что есть интересного по этой теме. Вот оно здесь тоже собрано. Ну и этот ресурс будет добавляться. Сюда буду добавлять еще видео, когда появится. Надеюсь, оно у меня получится его вставить. И так сейчас посмотрю по новым. Новые госты 2024-2023 года. Посмотрю, где-то у меня вот эти слайды здесь почему-то не отразились. Они где-то в презентации там потерялись. Я их сюда переставлю, чтобы они у вас были под рукой. И ссылку на этот ресурс. Да, и вот здесь можно переходить. Есть переход в блог. Вот здесь я сразу всю информацию даю. Все, что нового появляется у нас. Вот я вам ссылочку сразу даю. Отсюда из блога можно сразу перейти на страничку. И по сайту можно побродить. Видите, он открытый. Там много еще разных полезностей тут собрано. Чего появляется. Вот туда тоже потихонечку добавляю. Ну и он будет дальше расти. И плюс коллеги еще вот сюда в нашу группу. Вот я вам сейчас дам прям все ссылки полезные. Вот сюда. И размещу их в нашей группе. Группа ВКонтакте. Библиография для небиблиографов. По первой ссылке. Я туда тоже информацию размещу. И вот эти ссылки тоже дам. Вот. Ну вот этим вот всем богатством можно пользоваться. За сим, коллеги, мы нашу встречу сегодня завершаем. Поэтому я вам и говорю, что сегодня будет немножко побольше, чем просто презентация. Даю ссылку на там, где можно этим. Но много чего еще полезного будет собираться и дополняться. Самое главное. Ссылку в презентацию дополнения уже не поставлю. Спасибо всем за интерес к теме, за ваше участие в нашей сегодняшней встрече. Надеюсь, на продолжение, что будем. Будем и дальше разбирать много интересного и полезного еще у нас впереди. Поэтому жду всех на наших следующих вебинарах. Всем счастливо. Всем удачи. И до следующих вебинаров по библиографии для небиблиографа. А также на вебинарах проекта Директ.